Новый лагерь беженцев на греческом острове Самос, официально открытый несколько дней назад, греческие власти называют концом позора. В печально известном его предшественнике в самые тяжелые времена жили более 7 тысяч человек на меньше чем 700 мест. Теперь ситуация обратная. В рассчитанном на 3000 мест заведения обитают около 500 беженцев. Для соискателей убежище условия тут, вне всяких сомнений, лучше, чем то, где они вынуждены были существовать раньше. В старом лагере было очень плохо, ужасно, здесь условия лучше. У нас есть где спать, и нам не приходится делить кровать с мышами, как было на старом месте. Но все же беженцы надеются, что и это место будет лишь временным пристанищем на пути в европейскую жизнь. В новом лагере хорошо, но мы хотим получить ответ на запрос о предоставлении убежища. Я хочу, чтобы у моих детей был дом, они заслуживают большего. Моя дочь любит школу, ей нравится учить иностранные языки. Я хочу, чтобы и у моего сына было будущее. Многие неправительственные организации резко раскритиковали и это заведение. Построенное на деньги Еврокомиссии, оно вполне официально именуется лагерем закрытого типа, то есть фактически тюремного. Ряды колючей проволоки на высоких заборах и камеры видеонаблюдения. А кроме того, есть опасения, что нестесненное существование продлится недолго. Меньше беженцев – лучшие условия жизни и вдалеке от больших городов. В случае с Самосом эти задачи греческого правительства были реализованы. Однако возможная новая волна беженцев из Афганистана может свести все усилия на нет и заставить вспомнить 2015 год.